всем привет сегодня посмотрим на примеры команды ls в бунту в терминале ну то есть эта команда ls она есть я думаю под всех у всех linux дистрибутивов и не только linux еще и юник то есть под маком тоже это работает а под линук сами разных разными линук сами работает вот для чего нужно уметь немного работать с терминалом потому что с терминалом иногда очень удобно работать более того зная терминальной команды вы можете писать довольно таки неплохие баш скрипты более того вы можете работать не только с linux но вы еще можете работать с мак осью а в мак оси иногда терминал очень полезная вещь там очень много можно сделать ну то есть удобнее иногда делать там если не покупать платное приложение в app store ну где-то так вот более того даже под андроидом есть программки которая эмулирует терминал линуксовый но android вы знаете это тот же linux ядро linux так вот а сегодня посмотрим на примеры команды ls ls команда которая это утилита unix которая печатает стандартный вывод содержимое каталогов то есть ну либо файлов может вывести какие файлы есть какие каталоги есть размер их и т.д. и т.п. это все будет продублировано ну не не полностью но пример этих команд будет на платной подписки patreon там есть подписка которая открывает доступ к текстовым сообщениям ну и он и эта подписка по моему доллар в месяц стоит поэтому поэтому если хотите подписывайтесь так и так программа ls ну давайте вот наберем ls ls просто выводит у нас содержимое текущие директории в данном случае ну давайте пока перейду наверно с вот сюда вот чтобы здесь были и файлы и директории вот команда ls вывела на синеньким это директории беленьким это у нас файлы ну если были были бы здесь исполняемые файлы то было бы еще зелененьким но это у меня на других дистрибутивах или на старых возможно просто все черным цветом ну точнее белым белым дальше смотрите на лс у команды ls на можно все выводить какой то есть формат вывода формат вывода например м все будет выведено через запятую для чего это нужно дело в том что вот такие форматы выводы могут быть полезными для написания башка баш скриптов потому что вы можете выполнить команду ls и в баш ну в баш скрипте получить вот такую вот строку и чтобы понимать что имя какое-то закончилось вот как раз запятая соответственно гораздо легче обрабатывать все имена вот дальше можно еще но различные форматы есть есть формат x который типа горизонтал выводит но у меня здесь что x что не x все одинаково дальше можно l l выводит подробную информацию о каждом файле то есть право доступа на айдишка его в там в дереве дальше 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 владельцев дальше время модификации ну непосредственно имя дальше можно вывести все в одну колонку вот ls тире 1 и вывести вот таком формате дальше можно показать к примеру вот вывести ls и тире а показывать все файлы и каталоги ключа я скрытое и служебное то есть скрытое это те файлы у которых есть точечка впереди и гид до от гид к примеру ну здесь какие-то конфигурационные вещи хранит а вот дальше вот служебная . и две точки ну а скрытыми считаются те у которых впереди . вот дальше можно вывести все то же самое только скрыть служебные но обычно информация об вот этом . и две точки нам не нужно соответственно большая а и здесь выводит все и скрытые и не скрытые ну точно также можно там например а1 ну чередовать сразу же либо давайте где у нас тут а м а м вот так а м и у нас все через запятую дальше можно на вывести это все и отсортировать в обратном порядке для этого надо r добавить ну смотрите ls тире r здесь у нас отсортировано все в обратном порядке как вы видите вот все обратно ну и соответственно чтобы вывести скрытые файлы через запятую и в обратном порядке вот это все комбинируется ls тире а м р дальше можно отсортировать файлы по расширению для этого тире большая x и здесь они отсортированы по расширению соответственно вот си мейк мди 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 и последнем txt текст дальше можно сортировать по времени модификации вот тире т дальше можно вывести список файлов рекурсивно то здесь большая r рекурсивно это означает что как вы видите зашло во все директории и короче по выводила все это все это короче долго искать но тем не менее в bash скрипте это может пригодиться вот давайте я просто выведу и у нас было рекурсивно зашло в android если в андроиде есть какая-то директория зашло туда и вот рекурсивно повыводила все файлы дальше дальше можно вывести к примеру имя владельца владельцев это надо l и надо вот так вот вот соответственно я не помню что есть здесь что но здесь есть группы имя владельца наверное вот эта третья строка ну здесь владелец и группа и владелец и админ здесь все совпадает дальше можно вывести к примеру на файлы с уже экранированными спецсимволами что это означает ну давайте я вот вот так вот б это означает это означает что если у вас будут директории давайте вот здесь я создам сейчас и всем тест тест full ddr вот короче вот так давайте ls выполним команду вот смотрите у нас есть папочка тест фолдер а если ls b то тест фолдер выводится вот таким образом и как вы видите обратный слэш который показывает что впереди есть экранирован экранированный спецсимвол спецсимвол в данном случае пробел дальше можно еще вывести размер файла повыводить размеры файла для этого надо написать ls s и ну в принципе можно вот так вот не вот так вот блок 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 сайз и указать что в килобайтах выводить и в килобайтах будет выведена но здесь здесь у нас пока не интересно давайте перейдем в какую-то папочку где много разных файлов сейчас я найду ну вот например вот я нам пришел зашел директорию и давайте давайте поводим и вот смотрим 4 килобайта 4 килобайта есть 56 килобайт можно же это все вывести как вы понимаете в одну строку то есть к этому с добавляем 1 но вы помните да у нас либо же вот так вот писать 1 либо же эти у которых одна вот строчка одна рысочка да можно комбинировать смотрите с 1 м это значит что все у нас через запятую давайте вот так давайте 1 не давайте l не l давайте давайте а и л да вот а и л а это у нас выводит и включая скрытые вот они файлы л это подробная информация а с говорит о том что еще вы вывести размер килобайта можно еще добавить f можно добавить f и f что нам даст f покажет спецсимволы которые указывают на тип файла а можно еще даже смотрите не л а вот так вот м вот для баш скрипта очень пригодится для баш скрипта очень пригодится потому что первым будет значение в килобайтах дальше имя файла и перед запятой мы можем увидеть спецсимвол то есть звездочка указывает что это файл который исполняется вот дальше на слэш указывает что это директория если бы здесь была собачка то это указывало бы что это ссылка на какой-то другой файл дальше смотрите можно еще на вывести давайте с уберу вот вот так можно скрыть некоторые файлы как это сделать но это можно сделать добавим вот такой параметр хайд давай хайды равно и здесь мы укажем к примеру не выводить нам нам давайте 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 я просто лс вот лс и к примеру на мне не надо чтобы выводились файлы с расширением п у пайта да для этого надо лс 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 сделать вот так вот хайды хайды равно звездочка на и п и грек как вы видите два файла были исключены вот то есть они не вывелись либо не выводить там звездочка текст вот так вот ну я думаю по то есть семейк текци мэк листекса не выявился дальше можно раскрашивать файла можно не раскрашивать ну например лс вот так вот колор равно и never как вы видите все белым цветом либо авто авто то же самое что always ну почти но в данном случае это то же самое данном случае конкретно меня дальше можно отключить сортировку смотрите лс давайте клир очищу давайте лс вот и лс отключаем сортировку параметр f как вы видите как вы видите все как-то не так все как-то по-другому а вот ну и и здесь даже вывелись скрытые файлы вот что еще можно еще вывести информацию по файлам в длинном формате времени для этого надо добавить full time full time и как вы видите здесь длинный формат времени дальше можно можно вывести эту информацию без владельца файлов то есть это вот так вот тире же как вы видите владельца уже нету можно также не выводить группу для этого маленькая же не выводить владельца и большая же не выводить группу вот то есть группы нету дальше дальше можно сортировать а файлы но выводить и отсортировать сразу по размеру добавим с как вы видите все было сортировано и самый большой файл в начале И идет по убыванию. Дальше. Дальше можно также, конечно же, еще указывать. Указывать. Например, тип, ну, способ сортировки. Для этого добавляем второй параметр. Sort. И равно, например, вот так вот. S. А, не-не-не-не. Size. Можно вот. Не понял. Надо было с маленькой буквы, а не с большей. Можно size указать. Можно extension по расширению. Можно еще по времени. Вот так вот. Time. Можно, можно, можно по версии. Вот. Ну, в принципе, все. То есть, как вы видите, команда ls довольно-таки гибкая. Особенно гибкость здесь в том, что можно вот комбинировать всякие параметры вот в одном параметре. И плюс еще даже добавлять второй такой параметр. Вот. То есть, все это можно комбинировать. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.